Делом чести считал завершение этой программы в срок предыдущий губернатор Павел Коньков. Теперь уже без него в правительстве региона готовы подвести итоги. Работы по формированию комфортной городской среды на финишной прямой. За этот год в Ивановской области благоустроено три парка, 46 общественных пространств и 217 дворов. На сегодняшний день по дворовым территориям работы завершены на 188 из 270. По всем дворам закончены работы, носящие сезонный характер. Это асфальтирование территории и озеленение. До конца года во дворах будут завершены работы по установке малых архитектурных форм и освещению. Исключение составили Плес и Кохма. В последнем городском округе на торги не вышли подрядчики. С асфальтированием, само собой, не успели, но администрация решила возможности не упускать и поменяла виды работ на другие, не зависящие от погоды, но в тех же дворах. Плес я, к сожалению, могу констатировать, что руководство муниципалитета устранилось от исполнения этой работы. И попытаясь несколько раз провести торги, не завершив их до конца, так и не принялись к исправлению этой ситуации, не взялись. Поэтому там работы выполнены не будут, средства будут возвращены. В 2018 году реализация программы будет продолжена. Федерация на эти цели выделяет почти 240 миллионов рублей. Область – 18 миллионов. Непременно подключатся и муниципалитеты. До 1 ноября их задачей было провести инвентаризацию дворов на предмет благоустройства. В областном центре, например, насчитали порядка 160 придомовых территорий, которые нужно благоустроить. Муниципалитеты комиссионно, своими созданными комиссиями принимают решение о том, что все дворовые территории, которые не имеют минимального перечня благоустройства, должны быть включены в программу следующего года. Это обязательное условие делается для того, чтобы как минимум минимальные виды уровня благоустройства обязательно был в каждом дворе. До конца этого года муниципалитеты должны утвердить программы, по которым они будут работать в 2018-м. С конкурсами нужно успеть до начала строительного сезона.